Итак, наша сессия достаточно методологическая, она посвящена методам исследования нано-визикул. В рамках этой сессии мы представим вам несколько роликов активных, где вы сможете посмотреть, как некоторые методы работают. До этого я постараюсь представить некую обзорную лекцию о том, какие методы бывают, как они классифицируются и что с ними можно делать. Слева вы видите план моей лекции, вы можете по нему ориентироваться. Сначала несколько слов о том, что такое микровизикулы вообще и почему они там так интересны. Известно, что все клетки нашего организма секретируют различные вещества во внеклеточное пространство. Это начиная от атомарных ионов, калий, натрий, хлора и другие простые соединения, заканчивая сложными молекулами или молекулярными комплексами. И все жидкости нашего организма содержат продукты секреции этих клеток. И относительно недавно стало известно, что клетки также секретируют еще и визикулярные образования. И почему они нам так интересны, я сейчас попытаюсь объяснить. Визикулы представляют собой некую биохимически стабильную структуру, которая представлена в мембране снаружи и внутри содержимое клетки. Эти визикулы сейчас, по крайней мере, различают несколько классов визикул. Это апоптотические тельца, которые образуются в процессе гибели клетки, программированной так называемой гибели клетки, поэтому они апоптотические. Это эктосомы, которые образуются выпячиванием наружной мембраны. И это так называемые экзосомы или самые маленькие по размеру визикулы, которые образуются в процессе созревания микровизикулярного тельца внутри клетки и слияния мембраны этого визикулярного тельца с мембраной клетки и выходом всех визикул во внеклеточное пространство. Вот сейчас классификация такова, хотя я, наверное, не могу сказать, что она в ближайшее время, не могу гарантировать, что она как-то не изменится, что не появятся новые классы этих визикул, и что вот эти вот три большие группы, которые я перечислила, как-то не расширятся и не появятся под классы. То есть современное представление такое. Дальше на этой картинке, которая напоминает звездное небо, вы можете увидеть это визикулы плазмы. Мы будем говорить в основном про плазму, потому что это наиболее интересно в плане клинического применения жидкость. Вот это визикулы, которые выделены из плазмы человеческой и затем после очистки растворены в аналогичном объеме физиологического раствора. То есть примерно вот так вот выглядят визикулы в плазме, если убрать все остальное. То есть эта картинка была сделана методом анализа траектории наночастиц, с которыми мы поговорим чуть позже. И что я хочу сказать, что если мы… Вот эта методика позволяет определить концентрацию и размер всех визикул. Если мы, зная концентрацию и размер этих визикул, и зная банальную формулу расчета объема сфер, предполагая, что визикулы сферической формы, объем этих сфер, мы можем посчитать очень грубо, конечно, объемное содержание этих визикул в плазме. И вы видите, что это порядка полпроцента. То есть на самом деле это достаточно много. То есть много почему? Потому что если сопоставить со всеми остальными компонентами, молекулярными или атомарными компонентами плазмы, которые по большому счету, если так вот очень образно сравнить, то есть они представляют из себя какая-то такая смесь букв или в лучшем случае слов. А эти визикулы, так как они структурированы и стабильны, их можно сравнить, но если пользоваться очень аллегоричным сравнением, то они похожи на какие-то, но если не книги, то по крайней мере письма. То есть в них все эти молекулы собраны в какую-то специфическую, активный процесс их секреции, специфическую структуру, и они, естественно, содержат какую-то информацию. По этой причине объем 0,5% от объема плазмы действительно содержит много информации, которую мы в ближайшее время, я надеюсь, научимся читать и использовать. Теперь если посмотреть на отдельно взятую эту визикулу, я специально не рассказываю отдельно о каких-то экзосомах. Эктосома любая нановизикул, она примерно одинаковая структура. Имеет вот эта схема, которая, естественно, схематична, далека от реальной действительности, но схема отражает суть. То есть эта визикула состоит из двухслойного билипидного слоя мембраны. И чем интересна эта мембрана, в ее состав входят белковые молекулы. Входят белковые молекулы, которые участвуют в процессе секреции этих визикул, поэтому анализируя профиль этих молекул, мы можем сказать, каким образом эти визикулы секретировались, то есть к какому классу из тех, что я перечислила в самом начале, они относятся, во-первых. И во-вторых, в состав этой мембраны входят также белковые молекулы, которые характерны для клеток, которые секретировали эти визикулы. Из этого следует вывод, что мы также, анализируя белковый состав визикулярной мембраны, можем делать выводы о том, какими клетками эти визикулы были секретированы, что очень важно в практическом плане. И внутри этой визикулы, любой в принципе визикулы, содержатся компоненты клетки. Но интересно, что то, что состав вот этого внутренности визикулы, он не идентичен тому, что находится внутри клетки, в цитоплазме клеточной, потому как процесс визикул, синтеза визикул, он активный и контролируемый. Это значит, что это не просто некий портрет, а это некий слепок не просто клетки, а конкретного состояния клетки. То есть, опять прибегая к тем же аллегориям, можно сказать, что мембрана визикул – это некий конверт, на котором как минимум мы можем прочитать обратный адрес пока. А содержание этой визикулы отражает то, что клетка в него упаковала, и то, что на данный момент отражает не просто, что это была за клетка, а в каком она физиологическом или патологическом состоянии находится. Поэтому, анализируя все вот эти функции, в принципе, можно делать выводы о том, где и как эти визикулы могут использоваться в клинической практике. Во-первых, это, конечно, диагностика. То есть, выделяя визикулы из циркуляции, из плазмы, мы можем выделять какие-то фракции этих визикул, можем анализировать их содержание и таким образом разрабатывать методы диагностики каких-то патологических состояний, особенно онкологических. Если мы знаем, что какая-то болезнь сопровождается секрецией какого-то вида сорта или типа визикул, то мы можем мониторить их содержание в плазме, таким образом мониторить течение заболевания или ответ заболевания на терапию. Кроме того, я пока не говорила про физиологические функции визикул, так как это слегка за пределами моего доклада. Но, в принципе, считается, что визикулы обеспечивают некую коммуникацию между клетками организма. То есть одна клетка секретирует визикулы, которые циркулируют по межклеточным жидкостям, попадая в другую клетку, это некий транспорт информации и веществ, которые важны для организма. И раз это некий транспорт, то, естественно, мы можем влиять. То есть мы можем пресекать какие-то патологические связи либо восстанавливать утерянные. И в таком контексте, естественно, визикулы представляют собой интересную мишень терапии. И кроме того, если природа придумала эти визикулы для того, чтобы транспортировать вещества, информацию, естественно, можно их в таком виде использовать. И в настоящее время, опять же, я немножко захожу за пределы своего рассказа, но в настоящее время уже проходят клинические испытания различных средств, так называемых драг-деливери, средств доставки терапевтических агентов с помощью именно визикул. То есть это такие позитивные моменты. Но дело в том, что есть еще возможности, но эти возможности сопряжены с довольно значимыми очевидными проблемами, которые, в общем-то, осложняют внедрение в ближайшее время визикулярных технологий в клиническую онкологическую практику. Но, во-первых, это малый размер этих образований. Мы сейчас говорим про визикулы, размер которых так называемый наноразмерный, то есть это порядка 100-200 нанометров. Это значит, что эти образования не видны в световой микроскопе. Это значит, когда мы с ними работаем, то есть тогда, когда мы их выделяем или анализируем, мы должны использовать какие-то методы дорогостоящие, сложные, которые позволяют что-то рассматривать за пределами световой микроскопии. Во-первых. Во-вторых, визикулы существуют в межклеточной жидкости, в плазме, и они не имеют никаких таких абсолютных критериев ни физических, ни химических, ни биохимических, которые бы их отличали, которые позволяли бы как-то уверенно их выделять. То есть как бы мы не изощрялись, извините за выражение их выделения, мы всегда будем иметь какую-то контаминацию веществами с компонентами плазмы, которые имеют аналогичные характеристики, физические или химические. И третий момент тоже достаточно важный, который существенно осложняет использование визикулярных технологий в клинической практике, это гетерогенный состав этих визикул. То есть понятно, что все клетки в организме, больные, здоровые, клетки разных тканей, секретируют визикулы. И состав визикул плазмы – это такой компот из визикул, секретированных различными клетками, и мы пока не имеем в руках таких уверенных методов разделения или выделения каких-то популяций этих визикул. Естественно, то, что мы меряем, все, что мы делаем, это какая-то средняя температура по больнице, которая, естественно, имеет низкую степень чувствительности в плане отражения каких-то тонких процессов в организме. То есть какая-то ткань, клетки которой нарушают общий профиль циркулирующих визикул, должна быть либо сильно нарушена, либо уже иметь большой объем для того, чтобы действительно эти изменения могли быть детектируемы. Ну и дальше постепенно переходим к характеристике всех возможных методов, которые могут быть использованы для того, чтобы эти визикулы выделить. Я только что сказала, что нет абсолютно специфических признаков, но тем не менее какие-то относительно специфические признаки все-таки существуют. На основе этих признаков разрабатывают методы выделения визикул. В частности, считается, что визикулы имеют какую-то специфическую плотность. Это порядка 1,1 грамм на миллилитр, 1,1-1,2. В принципе, достаточно широкий диапазон. И если с помощью методов на основании центрифугирования как-то сначала садить более плотные, потом менее, потом добиться, найти какой-то диапазон времени центрифугирования и жесткости центрифугирования процедуры, то можно добиться осаждения именно тех визикул, которые нам интересны. Но понятно, что тут же будут оседать, и мы также будем седимитировать и получать те компоненты плазмы, которые имеют те же показатели плотности. Это основная группа методов, и мы о них поговорим чуть позднее. Дальше мы знаем, что эти визикулы имеют довольно специфический размер, то есть это порядка 100-200 нанометров. Мы можем использовать фильтрацию, то есть так называемая ультрафильтрация. Отсюда следует вывод, что все, что такого же размера или меньше, а естественно такие компоненты в плазме присутствуют, они будут фильтроваться вместе, и мы будем иметь контоминацию вот этими компонентами. Дальше я уже сказал, что визикулы сверху покрыты мембраной, поэтому есть некие характеристики гидрофобности, гидрофильности этой мембраны, которые позволяют разрабатывать методы прецепитации визикул в растворах гидрофобных полимеров, и в частности все основные коммерчески доступные технологии выделения визикул, которые можно купить набор и использовать в лабораторной практике, они вот на этом феномене и основаны. Кроме того, это опять мембрана, такая же, как клеточная мембрана, там работают эти насосы калионатриевые, и есть соответственно заряд на поверхности негативный, внутри позитивный, и это дает возможность использовать методы прецепитации визикул с помощью позитивно заряженных молекул, в частности портаминов, например. Вот это основные методы я перечислил, наверняка есть еще какие-то другие, которые в меньшей степени используются. Дальше группа методов основана на специфических химических свойствах. Как я уже сказала, что в мембране визикул есть специфические белки, и используя какие-то леганды к этим белкам, ну либо антитела, либо оптомеры, либо какие-то другие специфически связывающиеся молекулы, то мы можем разрабатывать методы выделения специфических популяций визикул. Единственное, как бы этот метод, наверное, один из самых чистых, дающих возможность выделить чистую популяцию визикул, но тут же возникает вопрос, насколько все ли визикулы имеют на своей поверхности тот маркер, который мы используем для связывания с помощью леганды. И использование такой технологии означает, что мы выделяем только те визикулы, которые его имеют, но, естественно, оставляем за бортом те, которые его не имеют, а они могут быть тоже интересны. Кроме того, опять мембрана клеточная, значит, есть гликокаликс на ее поверхности и есть вещества, например, белки растительного происхождения лектина, которые специфично связывают гликокаликс, и таким образом можно также выделять визикулы с помощью лектина, при добавлении которых в раствор визикул происходит агглютинация и образование комплексов из множества визикул, которые легко осаждаются с помощью нежных режимов центрифугирования. Вот это еще один способ, но который, опять же, не слишком специфичен. Ну и, наверное, еще ряд технологий, которые основаны на неких комплексных характеристиках физико-химических, то есть это фазовое разделение, прецепитация визикул с помощью органических растворителей, но они в меньшей степени используются, и о некоторых из них мы вам расскажем дальше в нашей сессии. И далее вот эта картинка, которая отражает результаты исследования, она была проведена, по-моему, в 2016-2017 году, когда был проведен опрос всех лабораторий на планете, которые работают с визикулами для того, чтобы понять, какие все-таки методы преимущественно используются. Но я не думаю, что с тех пор ситуация сильно изменилась. Вы видите, что все-таки как бы не был, так скажем, неинтересен и затратен способ ультрацентрифугирования, он требует наличия ультрацентрифуги, он требует времени, оборудования и, скажем, умение использовать и работать на этой ультрацентрифуге. Вот эта технология используется чаще всего и больше всего. Ну и на втором месте вы видите, это комбинация различных методов, а если посмотреть, существует вот некая зависимость между теми объемами, с которыми исследователи работают, этими методами, которыми они выбирают, вы видите, что при больших объемах все-таки, видимо, в силу дешевизны используется чаще всего ультрацентрифугирование с какими-то вариациями. И вот метод, о котором мы только что говорили, метод иммунопрецепитации, он актуален только тогда, когда объемы маленькие. Это значит просто потому, это следствие того, что он просто действительно слишком дорогой для того, чтобы его использовать для больших наборов, он предполагает наличие антитела, использование каких-то дорогостоящих легандов. То есть вот сейчас примерно, я думаю, распределение технологий, которые используются в лабораторной практике таково. Дальше, с заключения разговора про обзоры методов выделения, я хочу сказать, что для того, чтобы выбрать какой-то метод или какую-то комбинацию методов, надо в общем-то примерно представлять их, чем они друг от друга отличаются. И я могу порекомендовать всем тем, кому интересно, вот эта вот статья, она была опубликована несколько лет назад нашими коллегами новосибирскими, из Новосибирска, вот Павел Первич Лаксионов, основной автор, и я думаю, что вот до настоящего момента это наиболее такая глубокая и качественная обзорная статья, в которой представлены все возможные методы, и вот после ее прочтения можно будет легко определиться, что нужно выбирать. Но и надо иметь в виду, что выбор метода, это в общем-то и не бывает каких-то вот совершенно правильных, идеальных и подходящих методов, в любом случае это будет некий компромисс между затратами, которые исследователь готов понести это время, реагенты, оборудование на получение препаратов этих визикул и необходимого качества выделения, в частности, частоты и количества. Поэтому балансируя между вот этими параметрами, можно выбрать наиболее подходящий, но опять же повторяюсь, никак не идеальный метод. Вот. И теперь плавно перейдем к обзору методов анализа визикул. Вот тут несколько сложнее ситуация, потому что нет даже принципов, как можно эти методы классифицировать. Но вот я могу предложить несколько вариантов. Например, если так совсем грубо, можно склассифицировать эти технологии по тому, какой, собственно, параметр анализируется, что мы хотим в этих визикулах померить. Есть ряд методов, которые позволяют оценить физические характеристики визикул. Это концентрация, размер, морфология, заряд на поверхности. Это одна группа методов. Есть ряд методологий, которые позволяют оценить химический состав визикул. Это белки, липиды в составе визикул и нуклеиновые кислоты. И ряд технологий, тоже не менее сложных, но которых мы сегодня касаться в принципе даже не будем. Это оценка функциональных характеристик визикул. Это инвитро и инвивы эксперименты. Это один принцип классификации. Можно разделить методики по принципу метода аналитического. Но в этом случае, наверное, более подробная будет классификация. Есть технологии электронной микроскопии, которые широко используются для того, чтобы визуализировать визикул. Об этом сейчас поговорим. То есть это методы транспенсионной или сканирующей электронной микроскопии. Часто используется криоэлектронная микроскопия, когда визикул замораживается перед тем, как анализироваться. Но это отдельная техника, и она широко используется при анализе визикул. Технологии атомно-силовой микроскопии, которая технически немножко другая. Тоже есть вариации этой техники, и разные эти вариации тоже применимы для анализа визикул. Есть методы корреляционной спектроскопии. То есть тут атомно-силовой микроскопии, которые тоже в последнее время появились публикации, где используется эта технология для анализа химического состава визикул. Есть технологии плазмонного резонанса. Это отдельная история. Тоже она позволяет оценивать какие-то специфические компоненты химические в составе визикул. Техника проточной цитометрии, она как бы известна давно и хорошо. В плане анализа визикул тут возможны два варианта. Есть технологии, где анализируются визикулы, когда используются очень тонко чувствующие цитометры со специфическими настройками и анализируются one by one каждая визикула. Есть более, скажем, проще может быть в плане технологическом, но чуть труднее в плане приготовления материала. Это проточная цитометрия, где визикулы, грубо говоря, сажаются на какие-то микрочастицы, которые на порядок больше их размером и которые легко визуализируются любым проточным цитометром. Но это уже такая вот технология, которая анализирует не каждую визикулу, а какой-то комплекс, группу визикул. Ну и традиционные методы молекулярно-биологического анализа, которые применимы для анализа визикул. Не буду их перечисать, они всем известны. В общем-то они применимы как для любых других биологических проб. Таким вот образом можно разделить методы по принципу технологии, применяемой. Но вот в плане анализа, как бы подходя еще ближе на шаг к какой-то клинической практике, мне бы хотелось разделить методы, мне кажется, на логичный способ классификации всех технологий на технологии, которые анализируют весь комплекс, весь состав визикул, так называемый анализ балком, то есть все, что есть. И технологии, где анализируются отдельные визикулы. Вот как я говорила в начале своего рассказа, что вот эти технологии последние, они как бы дороже, сложнее, но в принципе за ними наверняка будущее использование визикул в клинике, потому что анализировать все, что плавает, все, что находится в плазме, это, наверное, слишком грубо и неинтересно. А вот анализ каких-то отдельных визикул, это может нести какую-то действительно значимую, клинически значимую информацию. И если перечислить методы вот таким вот образом, классифицируя их по принципу, что анализируются все или одна, то среди методов популяционного анализа визикул можно перечислить метод динамического света растения. Это технология, которая позволяет посмотреть распределение по размерам визикул и выразить в процентах, какой процент визикул какой имеет размер. То есть это очень грубо, но это в такой лабораторной, рутинной лабораторной практике важный метод, потому что он позволяет просто хотя бы оценить после выделения, что мы выделили, там то, что надо или совсем нет. Методы иммунологического анализа, это традиционные лайзы и вот та цитометрия, про которую я только что говорила, так называю онбит, то есть это цитометрия при использовании каких-то микрочастиц, на которых сорбируются визикулы. Методы протеомного анализа и методы генетического анализа, которые как бы традиционны в лабораторной практике, и я в общем-то не буду заострять на них внимание. Но самое интересное, если перейти к методам, которые позволяют анализировать отдельные визикулы, тут как бы все намного интереснее, методов больше. Есть методы, ну в скобках, конечно, они традиционные, но которые так используются довольно широко и активно. И есть методы относительно новые. Вот, ну вот сейчас я не буду их перечислять, мы просто по ним так пробежимся. Вот, ну вот, например, первый метод атомно-силовая микроскопия, который я уже упоминала. Вот, я не буду технологии метод использовать, она как бы для анализа визикулы ровно такая же, как и для всего остального. Вот, это вот, например, картинка, которая была, она проанализирована визикулы, выделенная в нашей лаборатории в институте, тем аппаратом, который стоит в институте, Петербургский институт ядерной физики. Вот, и вот вы видите, что эта технология позволяет, вот каждая такая вот горочка на картинке, продуцируемая специальным софтом, она характеризует одну визикулу. То есть, как минимум, мы можем посчитать, сколько их, мы можем посмотреть, что они как бы разного размера, оценить какую-то такую вот размерную гетерогенность этих визикул. Но понятно, что то, что мы видим, это далеко от тех структур, которые в реальности существуют. Понятно, что процесс осаждения этих визикул на какую-то подложку искажает их морфологию. Но, тем не менее, метод достаточно информативный. И даже в данном случае проводилось выделение визикул с помощью полимеров и с помощью анализа вот этого изображения нам удалось выделить популяции частиц размерами, которые характерны для визикул и популяции частиц с меньшими размерами, которые, как мы предположили, это были глобалы декстраны. То есть, вот, в общем-то, такая технология позволяет довольно интересно делать выводы, анализируя какую-то морфологию измененную, но, тем не менее, визикулярную морфологию. Дальше технология, один из вариантов электронной микроскопии, это криоэлектронная микроскопия. Опять же, я не буду на технологии останавливаться, потому как она ровно такая же, как для любых других объектов. Но вот, например, слева картинка, которая была получена с нашими визикулами в Центре корректированного пользования в Университете Петербурга. Вот такие вот стрелочками показанные такие вот еле видные образования. Это, собственно, визикулы. Вот таким вот образом они выглядят. Можно увидеть, что они где-то там сверху мембрана, такая вот она тоненькая. Это, опять же, вы видите разницу с той картинкой, с которой мы начали схематически. Немножко не так все выглядит. Но, тем не менее, они округлые, они примерно там похожие друг на друга формы и размеры. А справа картинка, которая была получена нашими коллегами из Курчатовского центра в Москве. Вот она была опубликована в прошлом году и сейчас довольно активно цитируемая публикация. Тут техника, качество изображений несколько повыше. Но, с другой стороны, тут больше возникает вопросов, чем ответов на них, потому что я не очень понимаю, например, как образуются такие вот структуры типа матрешек и как они, то ли это артефакт технологии, то ли действительно как-то визикулы так друг в друг друга попадают, не очень понятно. Но, тем не менее, вот это метод, который позволяет таким вот образом визуализировать эти визикулы, посмотреть, что они на себя и себя представляют в реальности. Дальше метод, который мы уже упомянули, это анализ траектории наночастиц. Это наиболее используемая сейчас технология. Она основана на анализе лазерного излучения отраженного частицы. Если мы знаем характеристики этого излучения, мы знаем вязкость среды, и таким образом мы можем просчитать скорость движения этих частиц, то есть броновское движение, и из этих параметров вычислить размеры. То есть чем частица больше, тем она двигается медленнее, чем частица меньше, тем она двигается быстрее. Таким вот образом эта технология позволяет оценить размер частиц, причем размер каждой частицы, в отличие от динамического света рассеяния, о котором мы только что говорили. То есть это более точный метод измерения. И как результат мы имеем вот такой график, который показывает зависимость концентрации и размера частиц. Кроме того, так как мы получаем некое отраженное излучение, то у него есть какие-то параметры интенсивности, и можно даже, технология позволяет вот такой вот справа график получить, который отражает структуру, какие-то особенности структуры визикл. Пока не еще понятно, как интерпретировать эти изображения, но тем не менее технология позволяет такие получать результаты и как-то с ними работать. Дальше проточная цитометрия высокого разрешения, про которые я тут недавно только что сказала. То есть это в основном технологии используются довольно, может быть, меньше, чем технологии онбит цитометрии. Но вот фирмы, производящие цитометры, рекламируют, и якобы это очень активная и эффективная технология анализа. То есть в принципе вот на этой картинке вы видите результаты анализа не реальных визикул, а каких-то модельных образований. И в общем-то действительно цитометры, в частности производства Бекман Каутер, еще какие-то, они вроде как могут различать вот эти вот визикулы. И соответственно, если мы окрашиваем какие-то маркеры на поверхности визикул, мы можем оценивать содержание визикул, несущих те или иные маркеры с помощью такой вот цитометрии высокого разрешения. И что важно, этот метод позволяет оценивать каждую визикулу в отдельности, в отличие от онбит цитометрии. Ну и несколько новых методов, их в принципе сейчас появилось, наверное, больше. Я, конечно, не все так произвольно выбрала, те, которые, как мне кажется, наиболее интересны. Вот эта технология, опять же, без погружения в технические детали, технология, позволяющая оценить, ну не размера в данном случае почему-то, объем визикулы и объем каждой визикулы, таким образом построить график вот так же, как для НТА, только здесь не размеры, а объем визикул. То есть в принципе аналогичная технология, она интересна хотя бы тем, что ее результаты можно сравнить с результатами НТА и посмотреть, насколько вообще они друг от друга отличаются. Но она используется уже в несколько статей с этим методом опубликованным. Вот дальше. Вот интересная группа методов, так называемая микроскопия высоких разрешений или суперрезолюшн микроскопии. Тут смысл этого метода в том, что производится детекция сигнала от каждого флюорохрома, который помечен антитело, и это антитело связалось с какой-то молекулой на поверхности. То есть каждое антитело испускает какой-то пульсирующий сигнал, и прибор улавливает этот сигнал и потом формирует некое изображение. То есть естественно, тут даже не одна молекула, не одна визикула, а одна молекула на поверхности визикул уже является каким-то объектом анализа. И технология, чем интересно, что можно одновременно использовать несколько разных антител, например, и детектировать какие-то детерминанты на поверхности, на визикулярной поверхности одновременно разные. То есть вот здесь, например, вы можете видеть, как одновременно проведен анализ концентрации на поверхности визикул трех различных маркеров. То есть, естественно, какая-то такая заоблачная техника. И, конечно, такие результаты были бы очень интересны с точки зрения клиники. они позволяют реально оценивать разные визикулы и увидеть эту разницу, увидеть какие-то группы разных визикул с таким или иным профилем поверхностных маркеров. Конечно, вот такая технология имеет какие-то волшебные совершенно перспективы применения в клинике, но она пока недоступна просто потому, что очень дорого стоит такое оборудование. Вот. Ну вот, наверное, собственно, и все, что я хотела сказать по поводу такого-то обзора методов выделения и методов анализа визикул. Ну, в заключение, вот для того, некая такая ложка дегся в бочку с медом, вот это вот результат анализа, где разными методами был оценен всего-навсего параметр размера визикул. И видите, что, в общем-то, наблюдается некое разнообразие результатов. То есть, какому из этих методов лучше верить, что, собственно, где правда, а где ложь, это пока, наверное, не очень понятно. Но, в принципе, вот мы на пути разработки, обучения использовать этих методов практики и, собственно, выводы моего, немножко уже время, да, время заканчивается. Вот, выводы из моего рассказа в том, что, в общем-то, важно всегда обоснованно выбирать метод, не стремиться к выбору какого-то идеального, самого дорогого, самого хорошего метода. Задачи, которые вы в своих исследованиях ставите для того, чтобы выделить визикул, должны определять вот те сочетания технологий или те методы, которые вы используете. Это, во-первых. Во-вторых, важно использовать альтернативные подходы для того, чтобы хотя бы где-то проверить достоверность того, что вы измеряете одним методом, если это повторяется с помощью второго или третьего. Это достоверность, как бы более такая вот степень доверия таким результатом выше. Вот. И как, ну, наверное, уже понятно, что все, что мы получаем, надо очень аккуратно интерпретировать, потому что иногда вот, ну, есть такие публикации, сейчас много, где что-то получили, намерили, и потом такие вот далеко идущие какие-то клинически значимые выводы. Вот с этим надо, наверное, быть аккуратным, потому что все-таки технология анализа визикул, она еще на этапе своего развития и еще далека до идеала. Вот. И вот, собственно, все, что я хотела в общей такая вводная лекция по поводу методов работы с визикулами. И теперь мы вам предложим несколько, ну, семь отдельных докладов, где, как вы видите вот на вот этой табличке, будут сотрудники нашей лаборатории расскажут вам про отдельные методы, либо какие-то такие эстеближки, что называются, то есть, например, методы выделения с помощью ультрацентрифуги, это такая известная технология, но в ней есть некоторые трики. Вот. Следующий доклад, это будет про рассказ про двухфазную полимерную систему. Это технология, у которой есть пара публикаций, вот, похожих, но вот мы разработали ее в своей лаборатории, недавно опубликовали статью на эту тему и готовы предложить вам эту технологию, чтобы ее использовали. Она намного проще, дешевле и, ну, скажем так, воспроизводима, чем ультрацентрифугирование. Вот. Потом Надежда Никифоров расскажет про оценку размера концентрации в визику с помощью анализа траектории наночастиц. Это тот метод, про который я уже дважды или трижды упомянула в своем докладе. Это такая эстеближ, что называется, технология, но в ней тоже какие-то особенности есть интересные. Вот. И потом дальше последует несколько методов, которые были разработаны в нашей лаборатории, и они, в общем, довольно оригинальны. Вот. И поэтому я думаю, что если вы посмотрите, у вас какие-то возникнут вопросы, то мы будем всегда рады ответить. И вот лекторы, те, кто расскажут вам про эти методики, они коротко расскажут и про то, где и как, и зачем эти техники могут применяться. Вот. Собственно, наверное, и все. Доброе утро. Продолжение следует...